В Нягоне отпраздновали Вороний день. Коренные народы севера считают, что именно ворона приносит весеннее тепло в суровый край. Птицы начинают ввить гнезда, громко каркать, пробуждая природу от зимней спячки. Как задабривали ворону нягонцы, знает наш корреспондент Евгения Самойлова. Выполняешь замах и руку в конце отпускаешь. Понятно? Попробовать свои силы в метании тензиана на хорей или в прыжках через нарты. Это на спортивной площадке, на любой возраст и физическую подготовку. Не пустует ни один снаряд. Ваша задача – поймать оленя. Давайте. Ого, почти. Сегодня, конечно, мы ловим игрушечного оленя, но на самом деле есть такое в северном многоборье – поймать оленя настоящего при помощи тензиана. Но у нас детский вариант – ловим обручами. Вот такими. Сегодня у нас замечательный день. Вороний день. Сегодня у нас праздник. Поэтому вот такая замечательная наша воронушка. Ну и что, что она коричневого цвета. Но, тем не менее, она приносит нам радость, позитив, эмоции, настроение. Ворона – главный символ праздника. Коренные народы Севера считают эту птицу покровительницей женщин и детей. А еще именно она на хвосте приносит весну, а заодно и удачу. Каждый присутствующий здесь берет ленточку, загадывает самое сокровенное свое желание и завязывает эту ленточку на дерево. Ну, предположим, это всегда практически береза. А это желание обязательно сбудется. Да, загадывает. А телеради компании Югоря самое заметное желание. Рожки растут уже новые. Новые рожки. Да. За лето вырастут. Олень Малой ради праздника. Вороний день в Нягоне в первый раз покинул тайгу. Рядом напарник – четырехлетний красавец Белоснежный Умка. Более опытный путешественник и гордость семьи Тарлиных. Он у меня передовой, рулевой. Да. Квалификацию получил, обучился. Какой праздник без песен и танцев. Весь внутренний мир ханты и манси раскрывают через покойные напевы и плавные движения рук. Наши реки, они такие, как сказать, плавно текут. Движения все плавные. То есть, вот если танец, мы просим солнца и тепла, да, то, соответственно, и движения такие. Это вот говорит немножко о том, что мы такие вот по характеру очень спокойный народ. Вороний день – праздник культурный, спортивный, познавательный. Он получил официальный статус в Югре в 2012 году. С тех пор в регионе его проводят все муниципалитеты. Знать традиции народа, на чьей земле мы живем, должен каждый. Я считаю, что это очень важно для нашего как города, так и страны. Потому что это традиции, соблюдение традиций. И люди передают из поколения в поколение традиции этого народа. И наши дети теперь знают народные игры этого народа. Но в нашей семье я татарка, муж у меня казах. Вероисповедания у нас разные, но мы живем очень дружно. Вороний день сменит русская Красная Горка, затем татарские Сабантуй. Внеогонациональные праздники привыкли отмечать все вместе. Город своим думом считают представители более 80 национальностей. Без добрососедства здесь никак. Евгения Самойлова, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.